доброе утро у кого сейчас утро и кто проснулся в тот момент когда я выкладываю этот расклад если вы смотрите какое-то другое время суток приветствую вас на своем канале сегодня мы продолжим тему ящичков на только сегодня мы будем рассматривать ящик пандроры наши бессознательные страхи которые останавливают нас и это тоже расклад не приложила татьяна за что я ей очень благодарна сколько страхи которые мы с вами будем рассматривать бессознательные я вот просто подумала если вы смотрите с утра насколько это этот расклад для вас будет ну вот прям вовремя да почему потому что все-таки заряд на весь день вот а тут значит мы будем рассматривать страхи как бы вам этот расклад не испортил настроение но это ваш выбор поэтому подумайте на может быть лучше его оставить на другое время суток это если вы смотрите с утра но вам виднее и так что мы видим да мы видим значит первая вторая третья позиция как обычно по камешками если вы хотите выбирать или он я выбрала значит три колоды на каждую позицию у нас будет по одной колоде то есть вы можете выбирать либо по колодам либо по позиции это небо и земля это таро привидений и колода эпическая таро и дополнительные страхи мы будем смотреть на колоде чака спица на темных историй колода называется метафорическая да помните афорической категории метафорических колода называется по моему успех счастья все время все забывая посмотреть как она называется но не суть по рубашечке вы сможете определиться и так если вы успели выбрать ok нет есть тайм-коды в описании напомню также что в описании вы сможете найти список раскладов посмотреть какие расклады есть на канале неважно что они двухлетней давности либо годовал и как это давности до с того момента как канал стал работать то есть когда вы попадаете на расклад тогда он и актуален и конечно же вся информация о моих услугах тоже есть в описании к этому видео к любому из моих видео то есть если вас интересует например личная консультация обучение таро либо уже мой любимый курс древо жизни который я действительно люблю вы тоже можете почитать о нем в описании моих услуг по ссылке ниже так но это вступление как обычно надеюсь времени вам было предостаточно до чтобы определиться мы сделаем следующим образом я отложу вот сюда вот сторонку колоды они будут выполнять пока двойную роль но пока их время не пришло они будут мне указывать рамки до какого момента я могу выкладывать карты почему потому что все равно мне этот формат не не комфортен не удобен вообще вся эта структура как здесь выстроена с камерой и переножником ну ладно если вам нравится да это как раз таки 22 расклада в месяц когда я делаю в таком формате вот сегодня я их как раз таки и запишу один вы видите и следующий выйдет сразу же в пятницу если я не ошибаюсь по порядку так колоду я помешала сона строилась убираем вот эти два камешка вот сюда да сразу это вторая третья позиция чтобы видно было у нас с вами позиция номер один голубенький камешек видно видно и мы с вами приступаем мои бессознательные страхи которые у меня останавливают моменте здесь и сейчас обращаю ваше внимание если вы меняетесь то есть вдруг примете неожиданно какое-то решение да то и вектор вашего направления меняется все все зависит от того какое решение вы принимаете в своей жизни то есть если вы ничего не меняете да если вы каждый день проживаете примерно одинаково то есть страхи вас будет одолевать долгое время ну примерно одни и те же для того чтобы что-то поменялось вы должны принять какие-то иные действия до совершать и принять иные решения для того чтобы совершать иные действия так ваши бессознательные страхи да забыла что нужно еще и красиво так выкладывать да я еще в этой теме перфекционист чтобы все ровненько было чтобы все красиво поэтому если кого-то раздражает либо бесит я извиняюсь криво как она стоит то блин ну так так что ли так ровно ладно хорошо разберемся ваши бессознательные страхи по девятки педакли во первых девятка педакли она у нас говорит с одной стороны человеке достаточно плотно стоящим на ногах до самодостаточная некая такая личность человек с опытом у которого есть и знания у которого уже есть понимание да как зарабатывать деньги так как все-таки 9 педакли но есть условно говоря один минус все девятки они у нас находятся по древу жизни в сфере и сот и сот управляет луна то это все-таки как раз таки а то что связано с нашим бессознательным напрямую дату и все девятки они у нас закрыты если говорить проще и одним словом это люди которые делают акцент больше на себя и их закрытость в социуме очень я вот думаю да насколько это хорошо либо плохо да чтобы вот не оценивать непосредственно для самих людей это хорошо да почему потому что они создали некий такой комфорт да некую такую атмосферу понятную известную удобно но с другой стороны все таки как-то вот держат свои границы до обороняются от внешнего мира по причине того что знаете как-то устало до либо я устал устала от каких-то трудности до сложности внешних здесь могут быть много разных причин но если мы говорим на данный момент то вы наслаждаетесь собой вам самой собой хорошо и комфортно и удобно но для развития этот вариант не подходит да почему потому что вы закрываете вот здесь даже мы видим да в классической колоде райдера уэйта здесь забор стоит да то есть человека если смотреть по ту сторону забора ну в данном случае здесь не так не такой высокий кустарник вот если бы мы стояли по ту сторону там где дерево мы бы увидели только верхнюю часть девушки да то есть только то что она хочет показать все остальное было бы скрыто да это человек который скрывает внутри себя вот это вот все богатство изобилие и он не показывает здесь сразу у нас возникает с точки зрения психологии проблемы да почему человек закрывается почему он не готов показывать себя миру да почему не готов взаимодействовать то есть данном случае мы здесь закрываемся от мира и у нас сразу причина вот такой вот закрытости когда мне самим собой хорошо я сам собой дружу но с миром я не очень-то и дружу а причина в чем заключается здесь у нас сразу выпадает пятерка педакли говорящий о том что есть некий кризис да именно связанный с материальным планом это не обязательно проблемы финансов да у вас даже может быть все хорошо с финансами но вот это вот именно внутренняя составляющая как раз таки вот здесь вот и показывает да то есть у нас здесь было 9 педакли а у нас дальше пошел откат на пятерку да то есть возврат здесь мы возвращаемся в прошлое в тот момент когда мы вкладывались в людей больше чем эти люди в нас да и поэтому мы здесь вот причина закрытости да мы закрываемся почему потому что у нас уже нету доверие и здесь опять у нас падают тройки да но уже здесь тройка педакли то есть вот это вот это трипли да он показывает мне по крайней мере тот момент что причина ваших страхов она связана с прошлым почему я говорю с прошлым потому что у нас идет откат на уменьшение идут пендакли да не на рост а именно на уменьшение то есть где-то когда-то в прошлом возможно вы старались выстраивать здесь тройка педакли говорит о том что трое персонажи до данном случае у нас идет как раз таки шут идет вера фант и мастер да то есть три человека шут у нас описывает такого человека который верит а либо порождает новые какие-то идеи ира фант это человек знающий ведущий на который подскажет скажет как нужно здесь как надо реализовать эти идеи но для завершения нам нужен же еще и мастер дал который здесь как раз таки совершает работу так вот этот аркан он нам показывает о том что когда-то вы хотели что-то выстроить да вы верили и у вас было свое какое-то видение того как нужно выстраивать возможно свой проект возможно мне кажется больше идет взаимоотношения с человеком а здесь может быть либо личные какие-то отношения при построении до личных каких-то отношений либо вообще взаимодействие с миром социум давайте возьмем так да но здесь не здесь не финансовый аспект и страхи вот в этом контексте да у нас как раз таки говорят о том что когда-то по шуту я был достаточно открытым человеком на я был человеком который верил верил свои какие-то идеи до человек которого было свои свои какие-то взгляды я хотел выстраивать взаимоотношения с людьми я был доверчивый но что-то пошло не так а что именно пошло не так пошел перекос да то есть у нас вот здесь вот пятерка пендакли когда люди проходят здесь у нас снег снег это вода замерзшие до замерзшие наши эмоции как раз таки и воды нашего бессознательного люди проходят мимо и они не видят вот эти вот пендакли в окне на то есть они смотрят только себе под ноги они смотрят только свой путь а путь который они выбрали это путь именно развития но в данном случае здесь у человека происходит кризис да то есть человек должен был вырасти именно вырастив человека которым вы сейчас какой-то степени находитесь до человека самодостаточно самодостаточного вы должны были пройти этот путь должны были пройти путь через кризис через кризис когда вы должны были научиться ценить себя почему я говорю ценить себя потому что здесь люди в принципе они себя не ценят они не понимают кто они они нищие и нищие здесь не в контексте материального мира да а мы все-таки рассматриваем наши страхи и здесь люди нищие в контексте именно понимание себя ценности себя понимание кто я есть на этом пути да то есть есть человек старался до этого у нас до четверки у нас до пятерки нас было четверка педакли да когда человек держался за какую-то стабильность и пришла пятерка пятерка у нас сфера гибура она достаточно жесткая разрушить на ее задача разрушить некую такую стабильность то за что мы держались прошло и когда у нас это все отбирают для выравнивания чтобы мы двигались дальше здесь получается история говорит о том что для того нас вытолкнули да очень жестко очень больно неприятно на этот путь на путь именно понимание своей ценности кто я есть и этот путь он был болезненным и кризис здесь заключался в том что вы вкладывались людей вы отдавали больше чем получали вы верили кто во что вы хотели но на эти вот сразу не показывает всю вашу историю да всю вашу поднагодную причина заключалась в том что вы были по шуту вы были слишком доверчивым человеком а поскольку мы живем все-таки на земле педакли это все-таки земная мазь да она нам говорит о том что нужно быть немножечко реалистично вы верили именно в идеалы по аэрофанту в то что вы хотели и поэтому вы прошли этот путь это и не хорошо или неплохо так должно было быть да так вас обучали пятерки у нас все жесткие они все обучающие они говорят о том что нужно прийти именно к никому такому равновесию и вот сейчас сейчас вы пришли девятки педакли девятка педакли это не равновесие это не баланс но здесь вам уже комфортно да здесь вы уже получаете какое-то свое удовольствие почему потому что вам безопасно потому что вы выстроили какую-то свой мир нам в котором вам все известно в котором вам все понятно ну давайте все таки посмотрим какие страхи сразу могу сказать что здесь вы по пятерки педакли у нас страхи срабатывают на психосоматике у кого-то здесь желудок я бы сказала что вы достаточно здоровый человек но психосоматика у вас здесь срабатывает как раз таки на желудок кишечном тракте да то есть это какие-то волнения переживания желудок схватывает потому что начинаете сомневаться да у кого-то может быть правое ухо тоже побаливает то есть когда что-то с вами происходит не совсем приятные вы начинаете расстраиваться у вас сразу на здоровье это сказывается то есть у вас как ни у кого другого сразу это видно это с одной стороны страхи я не могу сказать что у вас страхи за финансы вы не тот человек который вы переживал за финансово скорее всего здесь страхи эмоциональные идут потому что вы верите по пятерке педакли вы верите в то что вы хотите в некую такую иллюзию которые когда-то себе выстроили а поскольку мир он постоянно меняется он подвижный вы где-то застряли и вы не можете найти выход по крайней мере это было в прошлое не могли выйти из каких-то своих сценарий страхи какие же у вас страхи вот смотрите видно видно сейчас я подниму повыше и мы посмотрим эта карта проекции так вот так видно я выложу три карты чтобы мы посмотрели наши с вами страхи принципе много ну вот проекция гнев причем гнев обратите внимание я когда вам говорила о пятерке пятерка это сфера гибура ей управляет марс а марс как раз таки есть разрушительный да то есть огненный такой так вот страхи ваши чем связаны с подавлением с подавлением свои собственных эмоций в данном случае то есть гнев он достаточно разрушающий гнев является и агрессия является одним из семи грехов он был создан изначально в благость для того чтобы мы разрушали по гневу то что не соответствует до нашему такому балансу на пути именно познание творца но когда этот гнев направлен на себя а здесь как раз кипятерка педакли нам и говорит что он направлен на себя вы злитесь да вы где-то ну вас это раздражает как-то не то чтобы бесит я не знаю как то что-то выводит вас из себя как раз кипа пятерки педакли да вы злитесь на себя почему потому что у вас есть огромный потенциал вы не можете его реализовать по по каким-то у каждого будут свои причины на почему вы бездействуете и это вызывает очень сильные эмоции агрессии и вот когда вы злитесь этот гнев он сразу меняется на жалость да вот пятерка педакли говорит как раз таки о жалости к себе да когда вы четко понимаете ощущаете свой потенциал в чем же здесь страх заключается страх двигаться дальше страх выйти из своей зоны комфорта пятерка нам как раз таки и говорит о том что надо выходить надо оставлять прошлое позади и двигаться дальше и вот когда вы выходите либо вас выталкивают а вас выталкиваю да а когда либо кто-то агрессивно по отношению к вам настроен до либо вы сами доходите до такой точки кипения когда говорите все больше не могу не хочу и начинаете двигаться да то есть гнев в данном случае он может быть для вас достаточно таким конструктивным да потому что он выталкивает вас на движение примут эти вот две карты они очень пересекаются для меня и я могу сразу сказать что один из страхов у вас это двигаться дальше до двигаться дальше причем не просто куда-то а именно по своему пути по девятке педагли заслужить какое-то признание до получить пендакли те которые вы по праву должны иметь у вас должен быть хороший финансовый поток вы должны быть изобильным если у вас нету денег то проблема как раз в этом и заключается что вы боитесь вы боитесь заявить о себе по пятерке педагли да вы боитесь сказать кто вы есть что вы заслуживаете если вы продаете свои услуги вы боитесь обозначить какую-то цену вы боитесь другим людям как-то сказать вы закрываетесь мне сразу здесь вот по девятке пендакли мне легче быть одной чем выстраивать какие-то отношения до как-то протираться вы не любите конфликты вы их избегаете карта осуждения смотрите она очень хорошо пересекается с проекциями да здесь зеркало и здесь зеркало и вы боитесь критики то есть когда вы что-то начинаете вы всегда у вас появляется страх а что скажет а нужно ли это они нужно как я выгляжу и что я получу из этого то есть вам очень удобно быть вашей зоне комфорта то как вы привыкли и поэтому вот именно страх критики здесь сразу детские сценарии всплывают но это ясное дело почему то что у нас все из детства идет осуждение осуждение когда знаете здесь даже не то что от вас кто-то что-то требовал в детстве а вы хотите кому-то что-то доказать и в данном случае себе что вот я докажу я могу у меня получится но при этом вы ничего не делаете то есть вы как будто бы хотите есть вот этот вот порыв этот импульс что-то сделать но вы его не реализуете вы его подавляете у вас появляется гнев на самого себя даже не на других людей вы злитесь на себя почему вы ощущаете себя беспомощную вы ощущаете себя нуждающим человеком на самом деле вы ни в чем не нуждаетесь да вам нужно просто брать и делать то есть вы настолько созрели уже да и что вы можете достичь любых высот но вот это вот проекция причем у вас сразу срабатывает к вам сразу приходит бумеранг да то есть то во что вы подумали да не получится у меня либо меня будут критиковать либо меня будут осуждать вы это сразу получаете сразу вам прилетает бумерангом мир вам сразу зеркалит вы настолько взаимодействуете то есть с одной стороны вы закрываетесь от мир и вам кажется что у вас есть разделение да но по факту вы настолько связаны с миром что как говорится то о чем вы подумаете это сразу реализовывается то есть миру вам сразу проекции свои показывает сразу отражает что не так через людей до через какие-то ситуации он сразу вам показывает правильно мы поступаем или нет да сразу возникнут какие-то мне не знаю возможности если вы думаете в позитивном ключе у вас сразу появляется возможность вам нужно только действовать если вы в момент не испугаетесь а начнете действовать и говорите себе достаточно позитивно что я просто попробую я ничего не ожидаю вспоминайте пятерка педатли самый большой страх когда вы себе придумываете какую-то иллюзию да и хотите чтобы все было так иллюзорно то есть у вас нету открытости и готовности получить чтобы вы действительно заслуживаете вы изначально обозначиваете что вот я хочу именно в такой форме а в такой форме возможно вам и не нужно но вы-то об этом не знаете вы заранее хотите так что было как вы хотите а если такое не происходит вы начинаете изливать свой гнев на себя вот видишь ты такой да я же говорил тебе что не получится не надо было этого делать а на самом деле не то что вы неправильно что-то сделали просто вам возможно то чего вы хотели не нужно а есть что-то лучше а вы об этом и не знаете то есть в этом направлении не думали поэтому ваши страхи это вот проекции то что мне сразу бомеранга придет то есть то во что я верю я сразу это получаю если это в позитивном ключе а вы не думаете об этом то это было бы здорово а вот в негативном вот вы как подумайте знаете у вас такое бывает вот подумать я не знаю опоздаю на работу вышли оп опоздали ну вот я же говорил то есть вас очень хорошо интуиция работает но только вы ее направляете в негативном ключ а вам нужно научиться в позитивном и осуждение критики мы боимся мы боимся что мы не будем соответствовать понимаете каким-то чужим образа почему потому что у вас у самих вот здесь по пятерке педагли очень много соответствий по иерофант очень много у вас каких-то знаете форм и понятие в этом мире да что вот вот так надо либо вот так надо да вот этих вот рамок и вы хотите вы хотите показать себя слушать страны я не потому что так все делают а потому что у вас есть потенциал потому что вы знаете да допустим у вас есть знание и вы хотите быть лучшим и это правильно на самом деле только двигаться нужно в этом направлении а вы на не движетесь вы боитесь и тем самым себя разрушаете вот такая у нас была поскольку я там наговорила даже не вижу так на 24 минуты ладно вот такая вот у нас была первая позиция единички я не буду больше углубляться не хочу вы знаете просто кого-то так очень сильно обижать да если честно потому что ну не люблю я причинять боль потому как не все люди мотивируются болью да не все люди когда им больно начинают двигаться ноги наоборот под впадают в какое-то вот уныние и я например приверженец того что есть ты хочешь мотивировать человека говорю ему теплые слова поддерживая чтобы у него вера в него самого возросла чтобы ему было безопасно двигаться дальше чтобы не то чтобы ему и так страшно а тут еще что-то негативное говоришь и вообще руки опустились я не тот человек но тема нашего расклада было наши бессознательные страхи которые нас останавливают вот их мы и рассмотрели как вам нужно двигаться на все страхи у меня всегда один вопрос делайте то чего боитесь нету какого-то другого решения просто сделайте один раз то что вы боитесь без каких-либо ожиданий убирать эти ожидания что должен быть такой результат просто сделать и скажите себе я попробую я ничего не ожидаю я просто попробую и вы посмотрите вот вот такое вот отношение до подход когда я просто попробую он намного эффективнее вы посмотрите что вам не не будет так страшно мне же самой тяжело стало от первой позиции хорошо позиция номер 2 красный камешек что мы говорили какая у нас колода вот эта колода если нет я если это не таро приведение я извиняюсь но вот просто эта колода пошла если это так я не помню поэтому я спрашиваю если это так то а хорошо двоечки давайте посмотрим ваши бессознательные страхи сегодня наверное расклад будет жесткий поэтому я сразу хочу предупредить да что со страхами когда работаешь но ясное дело что акцент на что-то такое темное вот поэтому стараемся все-таки работы да не закрываемся как страуса от какой-то боли то что мы почувствуем просто все что всплывет все что вам не понравится все что вас заденет как тогда имейте ввиду что вот с этим нужно немножко поработать до углубиться понять если можете самостоятельно кей нет приходите на консультацию мои бессознательные страхи ваши бессознательные страхи я сначала выложу а потом посмотрю чтобы карты ровно легли так это что у нас повторно то есть в той колоде у нас тоже была первая позиция пятерка педаклей так ну предположим что это ровно так у нас значит аркан звезды король жезлов если я не ошибаюсь и пятерка педакли какие у вас бессознательные страхи во первых страхи касательно того что вы не сможете реализовать свое предназначение да вот это вот понятие предназначения на что я не под не иду по своему пути до либо я не смогу какие-то свои желания которые у меня есть либо надежды не реализовать здесь такая знаете холодность а может быть даже еще такое ощущение что вот я как будто бы не от мира всего да я как вот то звезда и я не могу найти свое место вот здесь вот вот этот вот страх какой-то экзистенциальный до касательно именно того что не могу я понять определиться куда я иду до ним а я не могу как будто бы услышать свою путеводную звезду не могу понять куда меня ведут напоминаю что страхи идут сейчас данный момент до в контексте времени здесь и сейчас это не то что вас по жизни эти страхи моменте здесь и сейчас видимо то что вы сейчас прорываете страх касательно короля жезла но во-первых он показывает нам наше будущее на это с одной стороны а с другой стороны король жезлов это самая такая яркая до огненная энергия акцент которая держит знаете на реализацию как-то своих амбиций на реализацию своих желаний акцент на коммуникацию этот человек который всегда у нас будет на виду этот лидер по своей натуре и вот смотрите как интересно аркан звезды это внутреннее наше состояние а король жезлов это внешнее проявление у меня такое ощущение что вы очень хотите выйти из какого-то вот свое как бы так сказать за внутреннего состояния то есть как будто бы вы были интровертом да а сейчас вы хотите выйти в свет как-то больше больше жить больше наслаждаться больше проявлять себя показывать себя этому миру общаться король жезлов это самый такой яркий персонаж мужественный храбрый очень очень позитивный у меня такое чувство что вот вы как будто бы меняетесь до двоечки вы становитесь другими людьми и если мы говорим в контексте наших страхов то да вы этого хотите но вы этого боитесь а почему вы боитесь здесь у нас пятерка педакли привидение прям идут по воде до на прям вода у нас олицетворяет здесь как раз таки бессознательные куда они идут да они идут вперед да здесь путь деревья не видно идут есть какая-то цель на вот этот вот замок и они хотят туда пасть но на этом пути есть вот деревья которые как-то преграждают кстати здесь у нас есть луна да как звезда тоже как планета путеводная здесь у нас аркан звезды тоже внутри есть некая звезда самая яркая мне вот прям вот эти вот две карты пересекаются страх страх здесь только один туда ли я иду правильно ли я иду свою жизнь я проживаю то ли я делаю здесь вот как-то у вас страхи стали в контексте именно реализации себя то есть здесь как будто бы двоечки ушли от того состояния раньше где вы но для вас было больше ваша личная жизнь как-то актуально да сейчас как-то вот хотите просто проявиться да я не имею ввиду что именно заслужить какое-то место под солнцем в контексте но у социального проявления а здесь скорее всего больше вот больше радоваться да выйти в свет выйти в мир как-то так давайте мы посмотрим на темной колоде на темной истории да вот смотрите какие ваши страхи месть депрессия темный аспект и припадок бешенства да здесь у нас какая-то вот агрессия очень яркая да месть злость на что-то либо на кого-то состояние депрессии вот в контексте так я эту беру в контексте звезды у нас как раз таки есть то есть звезда она сама по себе то есть страхи вот не реализоваться да нету настроение упадческое какое-то состояние я бы не сказала что здесь у вас есть страхи как таковые да прям ярко выраженные сколько вот это вот апатическое состояние ничего не радует да некое такое проявление знаете своего рода эгоизма почему потому что ну не радует меня ничего во внешнем мире да есть только я есть только я и моя важность моя значимость то ничего меня не радует причем смотрите в этом в этой карте да есть трое людей которые вот смотрят наблюдают они достаточно светлые солнечные да а что-то у нее здесь разбито мне напоминает как ухода такое ощущение что вот что-то она услышала либо какой-то что это может быть как орешек что-то такое длинные волосы здесь у девушки да и она сидит и переживает то есть она в каком-то своем мерке точно так же как и аркан звезды да что-то такое далекое холодное непонятное неосознанное если все-таки говорить в контексте страхов то страх здесь что меня не примут вот я как будто бы обособленный да сам по себе здесь сижу есть люди смотрите здесь трое людей и вот в этой карте мести тоже есть трое людей за спиной что тут что тут у главных героев на то есть как будто бы меня не примут до меня не примут вот в этот мир меня вот я чужой я как будто бы здесь изгой и это меня гнетет почему потому что вы знаете почему я сказала проявление эго потому что здесь как будто бы вы сами отделяетесь от от этого мира да потому что вы хотите как будто бы найти по звезде какую-то свою уникальность да в чем есть моя фишка да в чем я могу выделиться на самом деле выделяться то и не надо да я не говорю про то что вам нужно быть серой массой как все а просто понять что вы должны прийти к единению до к единству себя с миром себя со всеми они разделяют то есть когда вы себя отделяете от мира и вы хотите вот понять вот это вот свою путеводную звезду да кто я что я то вот именно это понимание она у вас идет через минус не через единение на то есть я понимаю кто я что я часть чего-то большего я часть этого мира и мне нравится быть этой частью а здесь вот это вот выделение она идет именно через минус и я не такой как все да я делил я вычленил себя из этого мира и и мне некомфортно потому что я не могу но если я такой один уникальный до второго то другого нет и с кем тогда мне общаться а с другими я не хочу общаться я хочу быть вот звездой потому что я чувствую что я звезда я вот такая яркая персоналия и это вас вводит в депрессию а вам наоборот нужно посмотреть здесь вообще расскажу здесь даже не страх а больше чисто такого психологический аспект вам нужно искать где вы похожи на других людей да где не вы одна такая яркая звездочка а где вы звездочка такая как и другие звездочки да у каждого свой свет безусловно кто-то ярче светит кто-то но более тускло но все на небе ей звезды и всем есть свое место а здесь как будто бы у вас нету этого понимания и отсюда появляется вот эти вот припадки бешенства до месть знаете здесь месть не на кого-то другого да здесь вот как будто бы какое-то вот доказательство до что ли себе вот я докажу я докажу что что я смогу да как то вот кто-то мне сделал здесь вы знаете ощущение у меня идет из семьи вот месть за то что я как будто вы мстите вселенной вот здесь диалог с высшими силами идут идет до какой-то вот бессознательно еще раз говорю бессознательным вы это осознанно не делать в это не понимаете но вот мне вашем поле считывается такое что я как будто бы заслужил что-то хорошее большее в этой жизни а родился например вот в такой семье да не знаете папа мама а алкоголики и вот вы виноваты что из-за вас я не смог реализоваться вот вы виноваты что вот других детей водили в кружок а меня не повели и вот я не смог реализовать свою какую-то вот мечту да здесь вот месть за то что из-за кого-то я не могу стать тем кем я хотел бы но это чисто детская позиция почему потому что вы-то выросли в любую свою мечту теперь можете реализовать но нам легче и проще бессознательно находить то есть перекладывать ответственность что кто-то другой виноват в том что допустим я не стала балерин кто тебе мешает стать сейчас и пускай тебе 70 лет танцуй танцуй если тебе это нравится танцуй да ты не будешь там в большом танцевать но балериной ты сможешь стать да для этого нужна практика для этого нужно какие-то действия совершать но проще сказать то есть здесь какой-то вот автоматизм выработался понимаете из детства и вы его тащите тащите вам эта мечта уже как таковая может быть и не нужно но привычно думать о том что кто-то другой виноват почему я не стал королем жезла почему я не мог реализоваться в этом социум почему мои мечты не реализовались пятерка педакли говорит о бездуховности о том что возможно денег не хватало вот эти вот припадки бешенства до когда меня ограничивают в чем-то и это показатель того что вам что-то нужно внутри себя разрушить видите здесь помощь идет да но мы причем здесь вот ангел очень красиво нарисовано человек закрыт видео голову закрыл руками то есть я не хочу ничего видите я погружаюсь вглубь себя внутри меня что внутри меня вот это вот месть и и и бешенство агрессия злость на самого себя а что нужно просто раскрыть руки да и сказать да той помощи которой нам дается но мы привыкли из детства опять-таки впадать в это состояние почему в нем есть какая-то выгода для вас на что значит выгода это значит что мы получаем через атакую модель поведения получаем то что нам необходимо здесь мне напоминает маленького ребенка который впадает в какую-то истерику от того что он что-то не получил и он настолько заигрался в эту истерику что он на самом деле не может выйти вот из этих своих эмоциональных так скажем припад когда в кавычках то есть бывает так вот маленькие дети начинают плакать потом не могут успокоиться а вот этот всхлипывая да ему гажда успокойся уже все на тебе твою игрушку уже все ты уже получил то что ты хотел но вот он настолько включился в этот процесс что он не может уже успокоиться и вот здесь вот не даже не сам процесс того что я хочу получить а вот вот это вот истерика да когда ребенок не может остановиться и вот эти вот эмоции да они настолько ярко вас проигрывает бессознательно для там для чего для того чтобы получить то необходимое внимание на которое вам не достает вот подумайте каким другим образом более уже осознанно да вы сможете получать внимание то есть может быть вам все-таки нужно выйти в этот мир на не впадать в уныние не впадать вот в эту месть вот такое ощущение вот посмотрите на эти карты так хочется здесь открыть ручки посмотреть на помощь которые мне дают здесь чтобы человек развернулся к этим теням да и ну не знаю как то вот ну обнялась что ли как тут развернулся здесь тоже светлые прекрасные люди стоят развернитесь лицо к этому миру не отворачивайте вот здесь вот вы сами как будто бы отворачивать это приносит вам очень и много боли безусловно то что вы прожили да это это очень болезненно у каждого есть своя боль я много раз буду про это говорить и развитие через боли она неприятная она эффективная да но она оставляет очень много травм но с другой стороны взрослый человек именно это тот человек который осознает что я в любой момент могу остановиться я в любой момент могу поступить иначе да у меня есть выбор и вот мне хочется знаете как то вот позитивная всегда двоечкам с любовью отношусь потому что вот чувствительные люди ранимые они безусловно большие дети с одной стороны а с другой стороны когда человек наполнен настолько болью хочется что-то такое знаете теплое сказать чтобы расслабить чтобы все-таки и эти люди тоже двигались вперед да они были все время вот в каком-то уныние то есть дать вот эту вот руку помощи поэтому развернитесь к тем людям до развернитесь лицом к миру потому что если вы к миру стоите пятой точкой то и получаете по пятой точке поэтому все получится да вы сможете и найти свое место и реализоваться так как вы хотите если вы проработаете вот это вот детская детскую позицию разделение себя от мира я не такой вот вы вы выбираете быть изгоем для чего-то подумайте в чем выгода на что вы получаете когда вы выбираете эту позицию вы получаете внимание через боль однозначно на возможно вы получаете ну жалость на вас кто-то обращает внимание то есть как правило мы всегда получаем любовь и внимание попробуйте придумать какой-то другую модель более позитивную более созидательную взрослую как вы можете получить любовь не проще реже повернуться к людям и поговорить с ними и я не знаю как то возможно о чем-то договориться чтобы и вам не было так больно и возможно вы узнаете что-то других людей и тогда вы поймете что вы не одинокая звезда а вы такая же звездочка как и другие и вот как здесь у нас есть эти проведения да они идут группы их все-таки что-то связывает я то есть учитесь искать в мире что-то общее похожее на вас не то что вас отделяет до меня никто не понимает я чувствую боль другие не чувствуют я что-то делаю я а другие нет то есть я и другие вот если вы слабливаете своих мыслях вот эту вот модель то меняете а что меня объединяет с другими в чем я такой же как и другие то есть больше делайте акцент на общее чем на разделение так я в эту сторону положу колоду чтобы не держать вот такие вот у меня были и двоечки вторая позиция надеюсь я вас не очень сильно ранила последнее время вообще не люблю я и так не люблю насилия а вот последнее время еще больше и у нас с вами третья позиция и колода эпическая таро и мы с вами посмотрим там есть огня время наверное давайте посмотрим троечки ваши бессознательные страхи которые вас останавливают ваши бессознательные страхи так отодвинем чтобы видно было нас выпадает семерка педаклей справедливость и девятка жезлов надеюсь все видно так ровно а то мой перфекционист не может успокоиться если не ровно хорошо ваши бессознательные страхи мы уже говорили по моему в одном из предыдущих раскладов что семерка педаклей это вот знаете здесь страх может быть первый заключаться в том что во времени до в ожидании оттого ли я жду а может быть нужно было как-то поменять свое направление а может быть оставить это и пойти другим путем и здесь сомнения во первых знаете когда ну вот долгое время ничего не происходит вот например как видим да здесь женщина она беременная вот и здесь сидит значит не знаю как ирофант не рафан шаман не шаман в общем мудрый человек и что-то рисует на песке до женщина уже беременная и вот делая акцент на эту беременность то есть мы не можем как-то по-другому поступить она не может уже обратно вернуть этого ребенка да то есть здесь нужно ждать свое время пока не придет период родить его здесь вот этот человек он и как раз и говорит о том что ты уже сделала да все что ты могла сделать теперь отойди в сторонку и просто жди да либо займись чем-то другим пока времени придет так вот вопрос времени для вас он очень актуален а не трачу ли я свое время а туда ли я его направляю этот вот момент ожидания он вызывает у вас сомнения и здесь сразу хочется сказать что вам нужно научиться переключаться на то есть вот вы сделали что-то да в какой-то момент вы приняли решение что-то сделать сделали забеременела эта женщина да теперь нужно просто ждать срок если вы будете просто сидеть ждать и бездействовать то вы будете себя накручивать чтобы этого не произошло пока плод растет вам нужно чем-то другим заняться то есть приняли решение убирайте всевозможные сомнения вот у вас вот эти вот страхи начинаются тогда когда у вас возникают сомнения а правильно я поступила неправильно а может быть можно было бы по-другому а может быть нужно это а может 5 10 вот эти вот сейчас поэтому вам нужно медь переключаться аркан справедливости нам говорит о том что взвесили до все что нужно было приняли решение идем дальше но прежде чем вы примете решение нужно рассмотреть разные точки зрения да то есть это и 5 10 для того чтобы двигаться и у вас всегда знаете вот здесь вот этот вот страх что может быть у кого-то присутствует о том что вот я принял решение и все это до конца дней моих ну то есть я решил родить ребенка и все это ведь груз это ответственности я больше никогда не смогу поменять то есть я не могу отказаться от этого ребенка у меня есть теперь ответственность и вот это у вас очень тоже страшит в принятии решения а вдруг я ошибусь если вдруг я потом обратно ничего не смогу вернуть это мне хочется сразу сказать когда вы принимаете решение даже не в контексте беременности а вообще вы должны как-то знаете себе сказать что у вас есть право менять решение мне такое ощущение что вот вы настолько стабильный я принял решение и все и вот я должен ему соответствовать так вот аркан справедливости как раз таки в прямой позиции и говорит о том что это баланс это гибкость да сегодня ты пошел в одну сторону завтра ты пойдешь другую сегодня ты принял одно решение завтра у тебя есть право изменить и пойти на противоположное потому что перевернутый аркан справедливости те кто проходил у меня курс древа жизни мы рассматривали как разки теневой аспект клепатические аркана справедливости говорит о том что стабильность когда ничего не меняется наша зона комфорта это и есть перевернутая орган справедливости когда все статично лишний раз не сделай шаг вправо лишний раз не сделай шаг влево вот как привык рутина ничего не должно меняться да вот как заходишь например в какой-то офис вот лежат справа книжки вот они так и будут лежать все десять лет там я не знаю сколько лет ник нельзя поменять на левую сторону ни в коем случае все должно быть статично ничего не должно измениться вот в этом есть и страх перевернутого аркана справедливости и у нас здесь выпадает девятка жеслов посмотрите здесь у нас значит изображен робот книга не знаю там видно не видно я к сожалению зум уже не смогу сделать надеюсь вам будет видно я вот здесь вот в центре на книга робот его здесь вот много-много людей они маленькие а робот большой видно вот здесь вот они как мурашки вот этот аркан говорит о том что здесь человек стал заложником своих каких-то идей да то есть а они уже управляют им человек человек потерял некий такой контроль здесь вот внутри видно не видно как башня стала вот я преподнесу поближе посмотреть как будто бы человек уже потерял свой контроль так как вот здесь вот прям все это огненное да так как много энергии отдает на реализацию того что я хочу это вот как раз таки вот все три карта они очень хорошо в одну историю вкладывается вписывается о том что вот я постоянно циклюсь да когда вы циклитесь думаете а я не знаю каком-то возможно проекте достижение какой-то цели вы превращаетесь вот в этого робота да и он становится страшный ты становишься по отношению к минут маленьким маленьким вот этим человеком может наступить на вас и раздавить то есть они могут эти мысли эти идеи на то на чем вы зацикли они забирают вас только энергию что что они вас подавляют они становятся для вас вашими личными собственными демонами только потому что вы циклитесь но давайте мы посмотрим вот и на этой колоде тоже темных историй так эта колода больше не пригодится и сюда положу сторонку чтобы она мне не мешала и вот здесь вот это то мне места не хватает давайте посмотрим что нам еще скажут какие страхи есть ну вот видим да сразу все подниму повыше карты вам станет видно здесь у нас выпадает под семерку педакли тени по справедливость сирота и жертву вот смотрите как хорошо так пересекаются видно на ваши страхи начнем с первого до тени теневой аспект почему вы начинаете сомневаться если мы говорим в контексте древа жизни вот блин все время я люблю этот курс может быть кого-то это раздражает бесит потому что вы не понимаете чем я говорю но именно контексте древа жизни мы понимаем лучше нашу концепцию вообще как все устроено семерка семерки у нас находится сфере не цех она у нас соответственно за красоту и управляет планета венера да то есть какой прекрасный да именно вот такие знаете животные аспекты но в позитивном ключе да когда люди объединяются когда любят когда видят вот эту вот красоту природы когда наслаждаются в данном случае как прекрасно двое людей до полюбили друг друга соединились у них но они ожидают ребенка так вот синевой аспект данном случае это когда мы не видим не видим мы не развиваемся дальше теневой аспект полной цех у нас говорит о том что должно произойти некое такое разложение некое такое гниение когда листья осенью падают но они начинают гнить для чего для того чтобы превратиться в удобрение да и что-то новое какая-то новая жизнь до что-то родилась так вот теневой аспект поскольку здесь вы получаете тень как разки по по седьмому аркану говорит о том что человек застревает вот в этом мнение да то есть он не идет дальше не происходит процесс именно рождение чего-то нового да то есть когда человек ночевает ну начинает гнить и осознанно себя разрушает приведу вам пример например когда человек понимает что курение вредит его здоровью да но он дает свое окей осознанно то есть да я буду сам себя разрушать либо там я не знаю какие-то привязки может быть сладко до человек понимает что блин я очень часто с этим сталкиваюсь о том когда у людей есть сахарный диабет и они любят сладкое я не понимаю что блин им нельзя так вот я очень часто слышал такое у меня мама тоже так делает типа я съем сладкое да я понимаю что это меня разрушает но я возьму таблеточку и все будет окей да ну то есть мой сахар нормализуется когда человек осознанно он понимает что он вредит себе да но он это делает то есть он начинает разрушать себя точно так же как и наркоман да разрушает себя для чего для того чтобы избежать эту реальность для того чтобы не принять какое-то решение так вот вот здесь вот в страхах да вам нужно подумать почему вы разрушаете вот эту вот вашу природу да потому что семерка вне цеха и здесь как раз кище семерка педакли да это семерка земли семерка сфер данном случае она говорит о том что почему вы разрушаете свою природу почему вы разрушаете то кем вы являетесь когда вы циклитесь на чем-то это ваша теневой аспект вам нужно принять это да то есть окей если вы где-то в чем-то хотите что-то разрушить то обязательно что-то новое должно родиться в данном случае да мы не циклимся на том что происходит там период надо что-то пожелать ну надо подождать а вам надо наоборот сконцентрироваться на то что выйдет из этого да то есть данном случае будет ребенок то есть не ныть по поводу того что у я беременная и мне тяжело я спать не могу и это ну двигаться мне неудобно вот эти вот вся токсикоз у меня начались ну в контексте карты я говорю вам как пример да то есть не циклиться на этом а подумать что новая жизнь родится какое чудо да то есть сконцентрироваться на ожидании на этом этого прекрасно да на ожидании любви на ожидании чего-то хорошего если мы говорим в контексте аркана справедливости то здесь у нас выпадает сирота вот ваш страх как раз таки до остаться одному почему потому что несправедливы да наоборот несправедливо в детстве у вас возможно мама оставляла 1 до либо вы долгое время были одни либо вот это вот чувство покинутости да чувство что вот я предан сам себе и никто за мной не ухаживает видите деревце какое маленькое да здесь человек мне напоминает опять утробу да вот посмотреть как будто бы здесь живот и вот ребенок вот в этом ожидании до рождения вот он как будто бы не знаю почему мне так идет до внутри утробы либо период рождения тоже ожидает вот как здесь ожидает традиции да я один то есть я сам по себе я никому не нужен я брошенный здесь вот этот вот ваш страх тоже он очень ярко проявлен и жертва да что мне всегда приходится жертвовать чем-то что мой путь причем здесь смотрите здесь еще и барашек до нарисован барашек всегда ну животных приносили жертву при но делали приносили жертву богам да делали жертвоприношение и олицетворение чего-то такого чистого да потому что это маленький барашка это небольшой баран ну то есть это вот как ребенок вот здесь вот как ребенок тоже знаете когда здесь вот этого детская травма да как будто бы меня принесли в какую-то жертву да и вот мне темно мне страшно мне никто не помогает и я не знаю как я справлюсь один и вот здесь вот эти вот страхи некому обратиться да здесь нету как будто бы помощи нету какой-то поддержки вот посмотрите здесь человек один в ожидании находится здесь как будто бы по справедливости люди какие-то маленькие но вот есть некие высшие силы не им нужно подчиняться и человек не понимает а почему я должен подчиниться до какой-то вот силе вот здесь вот он тоже как будто бы один и что-то сверху да нечто такое высшее больше и этому нужно подчиняться а здесь у нас да и я сирота у кого попросить помощи да вот здесь вот так вот смотрите здесь прямо вот такие вот фигуры да здесь громоздкая какая-то фигура и маленький человек беспомощный здесь тоже нечто такого большое до аналоги по аналогиям и люди маленькие жертвы тоже я маленький человек у меня ничего не получится но здесь у меня такое ощущение что же вам не хватает веры в себя вот просто не хватает веры в себя чтобы не маленький человек да вам нужно почувствовать почему вы видите себе вот это вот я беспомощный я я не могу вам вот вы для чего-то да если мы говорим скрывает все-таки я сделаю этот расклад про маски вы для чего-то скрываете за этой маской до за маской того что я не могу я не такой сильный да есть какие-то внешние ограничения которые меня останавливают вот это вот ваша внешняя маска вы за ней скрываетесь вам нужно поверить в то что и вы ну прям вот по справедливости да вы к себе так поступаете поэтому вам мир это и отражает вы намного сильнее вам нужно поверить свою силу вам нужно поверить что вы все может когда захотите да и вы это знаете прекрасно но иногда когда вы впадаете вот в это вот уныние да вот в эти вот моменты ожидания да в какой-то вот стагнации девятка у нас тоже и сот это тоже луна тоже наша бессознательное такое вот очень глубокое погружение в себя когда ну вот я не могу да как есть какие-то внешние факторы здесь для троечек которые все время вас ограничивают но это вот только лишь ваше восприятие этого мира вы в это верите поэтому реальность вам отображает то во что вы верите и вот здесь вы хочется прям сразу сказать цвет работаете на тем чтобы поверить в себя что вы не маленький беспомощный несчастный человек а вы наоборот вот у меня прям энергетически идет вашем поле что вы такое мощное что вы уже знаете вот как будто бы хочется вот чтобы эти воды лопнули как она называется на правильно по-русски чтобы прорвалась и чтобы уже родились на этот свету здесь вас ограничивает до условно говоря если это беременность но перевернуты до отсюда рождается ребенок вас живот материнский он ограничивает и здесь как будто бы до ограничивает хочет чтобы уже этот прорыв и вы в конце концов совершили вышли вот в этот мир возможностей да для того чтобы совершить этот прорыв вам нужно как-то себя довести условно говоря вот сжать до какого-то предела да чтобы как пружина когда ее сжимаешь до предела на потом выстреливает а то есть как вот реакция вот у меня такое ощущение что вот вас всегда нужно доводить до какой-то кондиции до предела что вы потом что-то начали делать да вот как прорыв вышли а пока вот знаете вот я извиняюсь конечно за выражение некрасиво вот вот это вот терпила да я я терплю я терплю зачем вот вам нужно подумать в какая выгода на у вас вот за этой маской человека ну вот терпилы который терпит для чего что-то там есть какая-то выгода если вы уберете эмоции потому что я сейчас говорю болезненные слова вот если вы немножечко отойдете от эмоции услышанного до чтобы вас так сильно не ранило не задевала а посмотрите какая там выгода есть и научитесь давать эту выгоду себе без всех вот этих одеваний масок то вы сможете совершить огромнейший прорыв в своей жизни вот такой у меня был для вас расклад сегодня троечки так опять-таки красиво положим вот моя это эстетика да и что все было красиво еще расскажу кого-то может быть раздражать но мне не могу не могу быть другим человеком и не хочу вот принимаю себя такой какая есть но вы меня не обязаны принимать поэтому вы можете выключить расклад то вы меня не слышите не видит но в любом случае я хочу вам пожелать всем чтобы вы намного больше верили в себя на много как можно скорее всего меньше слушали других да неважно это мастер не мастер авторитет посылайте всех далеко и подальше на небо за звездочкой живите так как вы хотите свое удовольствие почему потому что это ваша жизнь и независимо от того верите вы в перерождение или нет но вот в этой жизни ваша прямая обязанность быть счастливым человеком идите к своему счастью любыми известными вами способами достаточно только быть счастливым человеком это ваша единственная задача и обязанность перед самим собой в этом воплощении и я вам желаю чтобы вы были счастлива если вы будете счастливы вы будете здоровы вы будете богаты и все ваши потребности покроется поэтому всего вам самого наилучшего солнечного дня если у вас утро сейчас до сладких снов если вы ложитесь спать пускай вашей жизни все будет так как и должно быть и вы будете наслаждаться своей жизнью а я с вами прощаюсь пока пока